Как правильно и насколько важно мыть руки и держать свое тело в чистоте? Сейчас такие вопросы могут вызвать улыбку на лице человека. Однако, лет назад, когда просвещенность населения была на низком уровне, многие люди не знали даже этих простых вещей. В библиотеке имени Лобачевского Казанского университета открылась выставка плакатов, посвященная борьбе с эпидемиями. В коллекции библиотеки более десятка плакатов, пропагандирующих личную гигиену и санитарно-просветительскую деятельность. Этим плакатам уже порядка сотни лет. Издавались они на территории всего СССР, а теперь вот оказались в библиотеке университета. Наша библиотека считается одной из крупнейших библиотек в стране, и поэтому с 1922 года у нас появляется обязательный экземпляр. В нашу библиотеку поступают все издания, которые выходили на территории только-только образованного СССР. В Советском Союзе эти плакаты развешивали на улицах, предприятиях, в школах и других общественных местах. По словам экспертов, запорчу таких плакатов могли серьезно наказать. Уничтожение или срыв плаката является контрреволюционным действом. То есть это было очень важным именно правительственным таким решением. Несмотря на то, что создавались плакаты еще в прошлом веке, они и сейчас не потеряли актуальности. Ведь даже на входе в университет висит плакат, предупреждающий о том, что нужно надеть маску. Лев Диденко, Етабасова, Универ Ньюс.